Ник Перумов. Летописи разлома. Война. Мага. Том третий. Энншпиль. Читает Сергей Уделов. Анотация. Невиноватых. Спасать Эвиал им помогают маги Ордосской Академии и Волшебный Двор. Клара Хюмель, Сильвия и Динтра, а также непримиримые соперники Эльфы Нарна и Вечного Леса. Только вместе они могут отстоять само существование жизни. Ник Перумов. Война. Мага. Том третий. Энншпиль. Об Эвиальском календаре. В первой книге цикла «Хранитель мечей» романе «Рождение мага» автор использовал привычные читателю названия месяцев – январь, февраль и т.д. «Хотя, разумеется, в Эвиале не было ни Юлиев, ни Августов. Я поступил так лишь для облегчения понимания и ориентации». Город в мире Эвиала продолжался 360 дней, тождественных земным суткам, и разбивался на 12 месяцев, что соответствовало прохождению светила по созвездиям местного зодиака. Год начинался с зимнего солнцестояния, с самой длинной ночи. Каждый месяц имел несколько наименований, использовавшихся в различных обстоятельствах. Так Святая Церковь использовала календарь, где месяцы назывались «по страстям Спасителя», пережитым им в Эвиале во время Первого Пришествия, согласно священному преданию. Существовали народные названия вроде «месяца плодов», примерно соответствовавшего нашему Августу. Выстраивая таблицу соответствия месяцев, надо помнить, что год в Эвиале, во-первых, короче земного на пять дней и начинается на восемь суток раньше. 22 декабря, по нашему счету, является первым днем Нового года по-эвиальски. Для каждого земного месяца в Эвиале есть свое книжное, народное и астрологическое название, а также свой период времени. Январь 20 февраля, 22 марта Апрель Месяц воды Таяник, Журчень Стрелок 23 марта, 21 апреля Май Месяц листа Цветенник, Листвень Великий змей 22 апреля, 21 мая Июнь Месяц всходов Зеленник, Плясень Колесо 22 мая, 20 июня Июль Месяц песен Жарник, Потень, Жужлица 21 июня, 20 июля Август Месяц плодов Жатник, Скирдень Медведь 21 июля, 19 августа Сентябрь Месяц золота Златник, Желтень Сети 20 августа 18 сентября Октябрь Месяц ветра Повейник, Задувень Ладья 19 сентября 18 октября Ноябрь Месяц снега Запорожник, Белень Ожерелье 19 октября 17 ноября Декабрь Месяц ночи Темник, Зашорень Весы 18 ноября 17 декабря Хронология событий описанных в первом и втором томах романа «Война мага» Отсчет идет в днях, прошедших с битвы у Черной башни Фесс и Рысь Анета и Мегана Месяц стужи Десятая Битва у Черной башни Рана Рыси Битва у Черной башни Месяц бури Пятнадцатая Фесс и Рысь на пике судеб Преследование некроманта Шестнадцатая Пик судеб Сфайрат Двадцатая Рысь выходит из забытия Двадцать пятая Фесс и Рысь покидают пик судеб Двадцать седьмое Прибытие в Саладор Анета, Мегана и Этлау достигают пика судеб Двадцать восьмое Отыскание следа некроманта Двадцать девятая Некромант достигает некрополя Отряд магов во главе с Анетой, Меганой и Этлау двигается вглубь горы Тридцатая Встреча с гномами в глубине пика судеб Месяц света Первая Восточная стена Подготовка заклятия поиска Вторая Возвращение в некрополь Продолжение подготовки Третья Подъятие кладбища Первое заклятие Разрушителя нет на пике судеб Четвертая Разупокаивание второго погоста Пятое Прибытие подкреплений Чародеи из Ордоса и Волшебного двора Шестое Вновь некрополь Исполнение второго заклятия Анетта сталкивается взглядом со спасителем И впадает в беспамятство Седьмое Приход Паури Воскрешение Саладорца Восьмое Анетта приходит в себя Девятое Восточная стена Появление птенцов Десятое Фесс вычерчивает большую магическую звезду Одиннадцатое Мегана по-прежнему тянет время Двенадцатое Этлау получает весть о Фессе Тринадцатое Фесс пересекает границу Саладора и Мекампа Покушение Меганы на Этлау Бегство инквизитора И исчезновение хозяйки волшебного двора Пятнадцатое Речь Анетта перед войском Шестнадцатое Некромант, рысь и фейрус Обнаруживают птенцов Мятежные полки Начинают медленное движение на юг Семнадцатое Скамары присылают припасы Анетта и его небольшое войско Продолжают марш Двадцатая Фесс подчиняет костяных драконов Встреча Анетта с Вейдой Прерванная нападением воинов Бреннера Двадцать третье Битва с инквизиторами и Мекамским ополчением на реке Лаухе Двадцать четвертое Клара настигает фессы и отбирает мечи Двадцать пятое Некромант приходит в себя Двадцать шестое Фесс и рысь Вновь на пике судеб Месяц воды Второе Погоня за птенцами Шестое После марша через Эгест Сражение с птенцами Саладорца Седьмое Войска Фесса достигают предместьев Аркина Восьмое Фесс поднимает последнее кладбище Вокруг святого города Девятое Некромант Феерус и рысь Асанне Прорываются в Аркинские катакомбы И встречаются с отцом Этлау Интерлюдия первая Жажда Кердина Путь старого замка на красной скале Плывущей над неведомой бездной Может показаться вечным и неизменным Над ним полыхают причудливые созвездия Ветер выводит замысловатые рулады На зубцах его стен и башен Некогда на том, что послужил основанием крепости Находили приют Самые удивительные создания До тех пор, пока не объявились настоящие хозяева Они именовали себя новыми богами Один из них возвел на красной скале Свой замок-твердыню В красной скале было совершенно безразлично Как их зовут этих незваных гостей Отчего-то сразу возомнивших себя хозяевами Она плыла и плыла себе К одной ей ведомой цели И никогда ни разу курс ее не изменялся Мало кто видел сходство скалы И появившегося на ней замка с Брандеем Таким же летучим островом слуг хаоса Их крепости уничтожены ратями Хедина и Ракота Тот, кого звали Хедином, видел В тот вечер, когда названные братья-боги покинули тайную твердыню Хедина В замке воцарилась тугая звенящая тишина Никто не видел, как на почтительном расстоянии от стен башен и бастионов крепости В воздухе из ничего соткалась человеческая фигура Повисела какое-то время, а затем также беззвучно растаяла Замок пустовал, и никто, по мнению Хедина, не знал туда дороги Ни единая живая душа не скрывалась за стенами Ничьи глаза не всматривались вдаль сверхотуры башен Некому было заметить фигуру Никому ничего не сказали бы проделанные ею сложные пассы Однако сама скала дрогнула и чуть-чуть самую малость, но изменила курс В затянутых туманами безднах под основой летающей громады Вспухло несколько смутных огненных пятен И не поймешь, то ли это одинокие костры уставших пастухов То ли последние мгновения целых миров, гибнущих в пламенной агонии Вечер потрясения вступил в свои права А далеко-далеко от зачарованного замка Над бездной небо Кердина послушно раскрылось Раздаваясь, словно утро бороженица Двое бесчетные века, именовавшие друг друга братьями Новые боги упорядоченного вступали в мир Один из множества сред доверенного им владения Их подмастерия уже действовали здесь И потерпели неудачу Стремительная Гелерра при всех ее талантах Ничем не могла помочь миру, погибающему Словно от вампирь его укуса «Да...» — протянул Ракот, когда двое богов очутились на краю взметнувшейся к поднебесью скалы «Дело для Эвиль! Когда она, наконец, окажется здесь?» «По времени этого мира, наверное, через седмицу» Рассеянно откликнулся Хедин, совершенно по-человечески приставляя ладонь и окидывая взглядом широкую панораму Острое, словно клык неведомого чудища, насквозь пронзившая земную твердь, каменное навершие поднималось к облакам Вернее, поднималось бы, потому что облака уже давно исчезли с небес обреченного мира И сами небеса словно выигрели Голубизну разбавила гнилостно зелено-желтым Леса далеко внизу тихо облетали, горестно шурша последними листьями Приготовившись к смерти, словно доблестные, не знающие отступления бойцы, проигравшего войска Внизу вольно раскинулась широкая равнина Некогда зеленеющая, а сейчас иссушенная, рассеченная в нескольких местах коричневатыми розчерками опустевших речных лежбищ «Как в Мясницкой, где давно не убирались!» Ракот мрачно обозревал унылый пейзаж «Кстати, если тебе интересно, замок местного властелина вон там, за теми холмами» Хедин кивнул «Тоже чувствую» «Натворил он тут изрядно Бог горы его бы не только за своего признал, да еще и ученики бы попросился» «Бог горы!» — усмехнул Сорокот давнишним воспоминанием «Кстати, где он сейчас? Ты покарал его, но не лишил сущности, верно?» «Верно. И знаешь, по-моему, он бы тут оказался не лишним» Хедин прищурился, что-то высматривая на самом горизонте «Что ж, давай заглянем к здешнему лиходею в амбар Посмотрим, не оставило ли нам что-нибудь интересное» Рокот ухмыльнулся «Что мне всегда в тебе нравилось, брат, так это твои планы Сколько у них слоев от норков Ладно, всего ты не рассказываешь даже мне, ни словами, ни без слов Что тут говорить?» Вдруг взорвался Хедин «Брат, ты не чувствуешь, не видишь, что мы начали тыкаться, подобно тому, как тыкались Ямерц с компанией, не зная, откуда последует удар Потому я и говорю, что жду вести от Демогоргона На его одинокровника у меня надежды мало Четырехглазово, быть может, все это лишь забавляет» «А я тебе говорю» Голова Рокота упрямо нагнулась «Что Демогоргон никогда и никому не сказал ни единого слова Если, конечно, в его случае вообще уместно употребить само это понятие Твои маневры стали слишком сложны, брат Ты стараешься запутать неведомых саглядатаев Вместо этого, похоже, запутался сам Оставь, Хердин В конце концов, давай откроем портал и выведем из него этих несчастных Нет никакой уверенности, что они не понесут заразу дальше Глухо уронил Хедин Какую еще заразу, брат? На этот мир напустили магическую немощь Согласен, весьма хитроумную, пожалуй, не в раз раскусишь Но разве это главное? Постой Рокот предупредительно скинул руку «Я прекрасно помню твои лекции Я пошел за тобой сюда, ожидая действия А угодил? На кладбище Ты подозреваешь компанию на я и их последующий? Ну так отправимся за ними? Отыщем и поставим направешь? Тебя волнует Игнациус, кто нанял его и не стоит ли за ним самоупорядоченное? Чего проще, кто-то из нас осторожно спустится в авиал И потолкует по душам с сим достойным чародеем Ручаюсь, он не станет долго запираться Осторожно спуститься в авиал невозможно, брат И ты это знаешь Тогда отправим туда столько подмастерьев, сколько нужно Громыхнул Рокот Ту же Геллеру Она не знает поражений, да и другие ей подстать Они скрутят Игнациуса и доставят его тебе свеженьким И полностью готовым к самому искреннему раскаянию Последние слова сопровождались сичной ухмылкой Осознавшего всю глубину своего падения И готового делом искупить свои прегрешения Простота — залог надежности Нет ничего более верного, чем немудреный рычаг Зачем головоломные комбинации там, где просто надо взять за шиворот Пару-тройку негодяев Или забывших свое место чистолюбцев Вместо ответа Хедин улыбнулся и приобнял брата за плечи Вот потому-то мы с тобой продержались так долго, Рокот Ты действовал, я думал Одно без другого невозможно У медали всегда две стороны Но есть и грань Напомнил Рокот Есть и грань Понимаю Медленно кивнул Хедин Можешь считать, что сейчас мы как раз на ней стоим На самой грани, разделившей две плоскости Тьфу, пропасть! Уныло сообщил Рокот грязно-зеленым небесам Ну что за невезение иметь брата Бога Спустя столько тысячелетий так и не избавившегося от пристрастия К якобы многозначительным афоризмам Ну при чем тут какие-то грани, Хедин? Так и хочется сказать что-нибудь вроде Когда я был властелином тьмы? Воитель хмыкнул Нам еще очень пригодятся твои таланты из того времени Негромко проговорил Хедин На этот счет можешь быть спокоен Он нагнулся, подобрал острый сучок Принявший чертить на пыльной, потрескавшейся земле какие-то знаки Рокот глянул ему через плечо Вергати Вергати нас слушают Гласили руны древний язык темных армий Созданный Рокотом для своих подопечных Дельный план Усмехнулся Рокот, присаживаясь рядом на корточке Но, по-моему, лучше сделать вот так Он выдернул кинжал И при этом не смотрят Появились рядом новые руны Только магические проявления Как давно ты узнал? Только что Когда очутились в Кердине? Писать пока можно, до срока Все это время голоса новых богов обсуждали С какой стороны лучше подступиться К обиталища исчезнувшего темного властителя И где следует расположить пребывающих подмастерьев Как ты почувствовал? Не зря убил столько времени начитающих и их народ Чтобы следить за нами в Кердине им пришлось утроить свои усилия Кто? Кинжал Рокота глубоко вонзился в землю Глаза сверкнули Не знаю, может, Ямерт и компания А кто еще? Кто угодно Дальний Игнациус Ты серьезно? Игнациус? Я теперь ко всему отношусь серьезно, брат Не хочу повторить ошибок наших предшественников То есть они слышали все, о чем мы говорили в твоем замке? Боюсь, что так, брат Вместо ответа Рокот всадил клинок в сухую почву по самой рукоять Отлично, так и сделаем Суховато закончил Хеддин, бросив краткий взгляд на вычерченные руны Линии уже сглаживались, исчезали без следа И хорошо б не без драки Кровожадно добавил Рокот, выразительно кивая на только что стертые надписи Они не летали по небу, а кептицы Не переносились мгновенно с места на место Нет Двое богов шли пешком через пустынную равнину, словно самые обычные путники Говорили мало Хеддин избегал даже мысли речи Дорога через умирающий мир выдалась не из веселых На пути то и дело попадались пересохшие речные русла Распространяя вокруг отвратительное зловоние То тут, то там, в черном, или белели кости сгинувших обитателей Новые боги прошли через несколько вымерших деревень Дома разваливались, как будто непонятная немощь поражала не только людей, но даже бревенчатые стены Надо было открывать порталы Ракот осторожно провел рукой над маленьким черепом ребенка, словно опуская веки, которых уже не было Болеют не люди, болеет мир А люди часть его Возразил Хеддин Оставим это, брат Мы опоздали Здесь уже не осталось никого живого Разве ты не чувствуешь? В тот момент, когда мы только-только вступили в Кердин Его покинули последние жизни Но даже, кажись, мы здесь раньше Все равно открывать порталы было бы нельзя Я сознательно не давал нашим подмастерьям этого заклинания Лучше потерять один мир, чем множество Буркнул Ракот Под его руками сухая земля поднялась волной и словно одеяло накрыло детские останки Да-да, брат, меньше зло Знаю, все знаю Только смириться все равно не могу Большую часть пути они проделали, как уже говорилось, пешком Лишь изредка Хеддин принимал свой излюбленный облик коричнево-крылого сокола А Ракот оборачивался черным драконом Денис пел дважды угаснуть и дважды разгореться вновь Прежде чем названные братья добрались до цели Крепость внушала уважение Во всяком случае, тайный замок Хеддина на Красной скале Показался бы рядом с ней жалкой хижиной Стены с браттицами, ярусы, боевые рандоли Поднимались спиралью вверх, словно громадная пирамида Все это заканчивалось непропорционально длинной и острой башней С исчезающей тонким шпилем Браттица, крытый выступ, идущий поверху крепостной стены С бойницами в полу, позволявшими сбрасывать камни И тому подобное прямо на голову неприятеля Находящегося у самой подошвы стены Широкий ров пересох, на дне валялись обломки подъемного моста Могучие ворота из черного кованого железа Сорвало с петель, изломало и отбросило далеко в сторону Кое-где серую поверхность стен вблизи от главного входа Покрывали оспины выбоин Словно кто-то методично расстреливал укрепление из катапульт Однако в целом твердыня казалась совершенно целой Гилерра захватила цитадель без боя Братья-боги остановились на самом краю тщательно облицованного гладким камнем рва На дне валялся успевший неведомым образом побелеть костяк какого-то существа размером с хорошего дракона Надо полагать, прежде эта тварь и ей подобные обитали в заполненном водой рву Лучших стражей не придумаешь, особенно если держать их не слишком сытыми За сколько же времени он это все выстроил? Поинтересовался Ракот, рассматривая массивные укрепления Какая разница? Рассеянно отозвался Хеден, направляясь прямо к краю рва Пошли? Он сильно оттолкнулся, одним прыжком оказавшись в проеме ворот Божественность иногда оказывается очень полезной Его товарищ не заставил себя ждать Ну да, особенно когда тебе приходило в голову сыграть неуязвимого воителя Насмешливо откликнулись из подарки Зарунда! Возмутил Саракот Никогда этим не баловался Я всего лишь принимал физический облик, наилучшим образом соответствующий Ладно, ладно Махнул рукой Хеден Знаю Перебитый мускулами черноволосый голубоглазый варвар Очень удобная личина Я, впрочем Повелитель Сложив крылья, гарпия Гилерра отточенным движением опустилась прямо с небес на одно колено перед Хеденом Повелитель, все готово Мы обыскали крепость от верхушки шпиля до самых глубоких подземелья и отводных ходов Ничего необычного, никаких магических артефактов Какие будут приказания, Повелитель? Ты составила план крепости, Гилерра? О да, Повелитель Гарпия едва повела кончиком изящного крыла Прямо в воздухе соткалась алая сеть переходов, залов и казематов Алтарь! Заметил Ракот, мельком вглядевшись в схему Алтарь, о могущественный Еще ниже поклонилась крылатая воительница Мы нашли следы жертвоприношений Больше всего людей, но есть и иные расы Как наделенные магическим даром, так и нет Как ты думаешь? Прищурившись, Хеден рассматривал висевшую перед ним карту Почему здешний владыка сбежал без боя? Возвести столь внушительные бастионы, потратить ум и времени, сил и бросить в единый миг? Одни лишь имена великих Хедена и Ракота внушают ужас их врагам Гордо выкрикнула гарпия Она не льстила, не подлизывалась, она действительно истово в это верила Если б так, — проворчал Ракот Его названный брат лишь сощурился и ничего не ответил Проведи нас, пожалуйста, к алтарю, Гилера Повинуюсь По-прежнему стоявшая на одном колене гарпия истово поклонилась И в единый миг очутилась в воздухе Великих прошу следовать за мной Она заложила акробатический пируэт и легко понеслась вперед, играючи, ориентируясь в лабиринте узких улочек, круто поднимавшихся в гору к самому сердцу цитадели «Здесь даже крыс не осталось», — проговорил Ракот «Никуда не делись, бежать некуда, так что просто передохли, а уж их-то, казалось бы, никакая зараза не берет» Вместо ответа Хедин замедлил шаги возле тонкой и высокой дозорной башни, приткнутой на углу, похожей исключительно для красоты Нагнулся, подобрал осколок кирпича «Внимание!» — появилась руна на стене «Говорим об алтаре, должны себя проявить» «Я про то же», — ответил Ракот «Жду, как только вошли в крепость» Хедин молча кивнул, отбросил затупившийся обломок Цитадель бессмысленно пялилась на них черными провалами окон За ними ни рам, ни занавесей, ничего свойственного жилью «Кем он повелевал, этот властелин?» Ракот распахнул широкие створки деревянных ворот в двухэтажном здании За ними открылся широкий двор с глубокими ямами Стены и дно облицованы камнем Всюду вделаны вкладку кольца с цепями и ошейниками «Гиллера» «Коловины его подданных — люди, повелитель» Гарпия мгновенно оказалась у братьев над головами «Наемники» «Остальные чудовища, но куда меньше ожидавшегося Почти всех мы перебили еще на взморье» «Так я и думал, что люди» Фыркнул Ракот, презрительно пнув створку Она сорвалась с петель, пролетела десяток сожжений И с грохотом рухнула в ближайшую яму «Ни драконами, ни кем-то столь же серьезным тут и не пахнет» Его армия была сильна магией, повелитель Позволила себе пояснение Гиллера Хеддин кивнул «Не замкнул ли он на себе все доступное этому миру чародейства?» Задумчиво проронил Ракот «Я с таким встречался, правда, до подобного?» Он кивнул в сторону окружающей замок пустыни «Нигде не доходило» «Меня занимает не это!» Молча написал Хеддин «На алтарь хочу взглянуть» Произнес он при этом вслух Верная Гиллера, как обычно, ничему не удивилась и не задала никаких вопросов Внутри главной цитадели стали появляться какие-то признаки того, что некогда здесь обитали живые существа Бордовые оранжевые драпировки на стенах Длинные столы, крытые черными, не без изящества вышитыми скатертями Кованые шандалы, где еще оставались свечные огарки, кое-где по углам валялись пустые деревянные миски, другая утварь Увиденное скорее походило на обычный королевский двор после славной пирушки, нежели на обиталище ужасного темного властелина Самое интересное мы нашли в подземелье, повелитель Предвосхитило удивление названных братьев Гиллерра Открылся просторный зал, где на возвышении красовался черный трон из полинских размеров Спинка у державного седалища казалась до нельзя неудобной Из сотен копий древки их переплетались точно гибкая лоза Хедин равнодушно прошел мимо Ракот, ухмыльнувшись, соврал со стены повешенный там громадный бердыш Таких размеров, что пришелся бы по руке лишь какому-нибудь великану Пальцы бывшего владыки тьмы, нормальные пальцы обычного человека, даже не смогли обхватить толстенное топорище Однако чудовищное оружие лежало в его руках, как влитое — Говорил я тебе, возьми свой меч — ворчливо напомнил Хедин брату — Ни к чему — отмахнулся тот — Здешний враг не про него Познавший тьму, только покачал головой — Сюда Тем временем Гиллерра сложила крылья, опустившись возле неприметной дверки сразу за троном — В лучших традициях, — недобро усмехнулся Ракот, когда они начали спускаться по истертым каменным ступеням — И когда только так стоптать успели? — Они не успели, брат, — отозвался Хедин, опускаясь на корточки — Откуда это все взялось, Гиллерра? — Здешний хозяин разорил все более-менее древние храмы, до каких только смог дотянуться — немедленно отозвалась исполнительная гарпия — Собирал намоленное — кивнул Ракот с усилием, протискивая за собой чудовищный бердыш, с которым он почему-то не пожелал оставаться — Это не обманка, — написал Хедин на стене, воспользовавшись железным конусом для факелов — Сейчас он намеренно прибег к символам, понятным для гарпии — Гиллерра сверкнула глазами, почтительно поклонилась, выдернула кинжал, каллиграфически добавила снизу — Крепость настоящая! Они не стали драться, потому что были слабы! — Если бы! — возразил Ракот Что-то здесь было странное в этой крепости, и дело даже не в залах, стенах или бастионах Что-то неладное творилось тут и с магией Хедин часто останавливался, замирал, крепко зажмуриваясь, словно к чему-то прислушиваясь Постояв так, досадливо встряхивал головой и шагал дальше Винтовой ход закончился в подвалах Тут до сих пор висел тошнотворный запах крови и внутренностей Хедин невольно вспомнил жуткие чертоги бога горы Повсюду разбросаны многочисленные пыточные приспособления На полу темные пятна В одном месте на зловещего видами с низкой колоди валялся кожаный палаческий фартук Узники, Гелера! Мы никого не нашли, повелитель Отступавшие перебили всех Тела сброшены в колодец с трупоедками Это еще кто такие? Нахмурился Ракот Здешний властелин на досуге занимался выведением новых сортов полезных ему растений Пояснил Хедин Из обычной россянки мухоловки смострячил Слово другого не подберу такое, что... Он только махнул рукой Там нет от норка? Повернулся к гарпии Ракот В этом колодце Великий повелитель сомневается в моей тщательности Гелера опустила глаза Там нет никаких ходов Тогда надо все сжечь, решил Хедин Не хочу, чтобы хоть одна спора вырвалась на поверхность Да тут и так кладбище Заметил Ракот Даже если вырвется, все равно сдохнет За неимением пригодных для поедания трупов Мало ли кто-то шляться может Неопределенно отозвался Хедин Ты отозлал ее, брат, зачем? Много будет знать, скоро состарится Вслух ответил Хедин Его руки выводили в это время Жду, когда они начнут Думаю, что взорвут всю крепость Когда мы спустимся еще ниже Или даже сейчас Тогда пошли, чего время терять? Невозмутимо ответил Ракот Поудобнее перехватывая великанский бердыш В его руках легкий, словно перышко За уровнем камеры пыточных Начинались казематы Где явно варили магические декогты И наделяли волшебными свойствами оружие Обычный чародей, кажется, сейчас здесь Решил бы, что ему наконец-то Привалила настоящая удача Магдалины тоже нашел бы чем поживиться Однако новые боги проходили Мимо всего колдовского инструментария Даже не повернув головы Хедин не зря высоко ценил Гилерру Гарпия была совершенно права Ничто из находившегося здесь Не заслуживала и взгляда Столы и станки с зажатыми в штативах Драгоценными камнями Или, что тоже встречалось Обезображенными конечностями Или органами Вырванными у живых существ И людей и нелюдей Запасы каких-то трав Клетки с омертвленными змеями И иными гадами Низкие закопченные потолки Камины, очаги, разиновшие Почерневшие пасти Где точно сгорела не одна жизнь Калительные печки Колбы И реторты Соединенные холодильными Змеевиками Несколько замысловатых Стеклянных сооружений Ракот с особым удовольствием Разнес в пыль Своим жутким бердышом Еще ярусом ниже Ниже находились Заклинательные кельи Где, как пояснила Гилера Держали чародеев Осмелившихся бросить вызов Здешнему хозяину Их каким-то образом Удавалось использовать Даже против их собственной воли Алтарь здесь повелитель Гилера остановилась У низкой арки В пору разве что Какому-нибудь гному Хеден вновь ограничился Кивком Внимание Сам знаю С ухмылкой отозвал Сорокот Зал, где совершались Жертвоприношения Оказался высечен В толще живого камня Кирпичная кладка Уступила место Тщательно отполированным стенам Низкое помещение Ни новые боги Ни Гилера Не могли даже выпрямиться В полный рост Тянулось на десятки сожжений Здесь царил кромешный мрак По старой привычке Хеден небрежно повел рукой И в кольцах по стенам Сами собой вспыхнули Многочисленные факелы Стали видны ряды Глубоких ниш Где застыли Уродливые изваяния Рокот прошелся В долях ряда Время от времени Кивая Словно узнавая Старых знакомцев Кого-то вспомнил, брат? Окликнул его Хеден Остановившийся У алтарного монолита Не то слово Буркнул Рокот Возвращаясь Почти всех встречал Лицом к лицу Именно, брат Вон тот Бывший владыка тьмы Махнул рукой В сторону Ближайшего идола Да, тот Со щупальцами На голове И шестью руками Бар-Агор Мелкий божок Возжаждавший Как и положено Таким натурам Всевластия Зачем ему Всевластие И что он станет С ним делать Бедняга, конечно же Не понимал Потому как Его убогая фантазия Не простиралась Дальше груда сокровищ И тринадцатилетней Девственницы На обед Но способности У него имелись Равно Как и воля С упорством Он действительно Докопался До любопытных Вещей В ритуальной Магии Нашлись адепты Кто записал Это в книге Конечно же С переплетами Из человеческой Кожи Хедин позволил Себе усмешку Разумеется В конце концов Злодейства Этого самого Бара-Агора Дошли до Слуха На одного Странствующего Воителя Он счел их Достойными Своего вмешательства И разумеется Эпической Поэмы В несколько Десятков Тысяч Стров Каковую Местные Аэды Станут Исполнять Самые Меньшие Пару Тысячелетий Вместе С Хедином Улыбнулась И не сдержавшаяся Гилерра О судьбе Ты Перебил Не всех Кому-то Явно Удалось Ускользнуть Причем Из своего Родного Мира Иначе Откуда Тут Эта Статуя Верно Несколько Сконфуженно Признался Ракот Новые Боги И Гарпи Остановились У жертвенного Камня Гилерра Ждала Приказов Ракот Что-то Ворчал Себе Под нос Время От времени Косясь На статуи В нишах Верно Вспоминал Былых Знакомцев Хедин Ж Просто Застыл Сам Сделавшись Подобным Извоянию Здесь В сердце Пустой Крепости Он ждал Вражья Атаки Давным-давно Когда вокруг Хединсея Море кипело От крови Он поступал Точно так же Давал Возможность Врагам Обломать Зубы Его Неприступные Бастионы С тем Чтобы потом Нанести Разящий Контрудар Что же Они медлят И он И Ракот Вот они В самом сердце Тщательно подготовлены Для них Ловушки Мышеловка Должна Вот-вот Захлопнуться Чего же Еще Ждут Те Кто Ее Насторожил Чтобы Победители Спустились Глубже Или Начали Что-то Делать С Алтарем Может Ничего Внешнего Здесь Вообще Не Предвидится И тщет И тщет На его Хедина Надежда Отыскать Приводную Ниточку Тянущуюся К К К — Компании на «я»? — Дальнем? — Кому-то совершенно иному, о чьем существовании до сих пор не подозревали даже они, новые боги? — Стой, — сказал он себе, — какие еще совершенно иные? — Рассуждай трезво, Хеден, твоя божественность, к сожалению, не включает в себя всеведения. Приходится уповать на методы смертных. Но время шло, идолы тупо и злобно пятились из своих ниш, а ничего не происходило. Атаки не последовало, основания замка не затрещали, не рухнули стены и потолки, башни не провалились в раскрывающиеся подземелья. Ракота наскучила стоять без дела, он вновь отправился рассматривать уродливые статуи, по-прежнему небрежно волоча за собой исполинский бердыш. Названному брату Хедена пришлось изрядно согнуться и втянуть голову в плечи, чтобы не отбить макушку о низкие своды. Гилера осторожно переводила взгляд с напряженного окаменевшего лица Хедена на непривычно согнутую спину Ракота и тоже не шевелилась. — Надо же! — услыхали они бас бывшего владыки тьмы. — Занятные тут идолы. Кажется, оживают. Ракот не удивлялся, не предостерегал. Он лишь сообщал о чем-то с его точки зрения достаточно забавном. Хеден резко обернулся, губы досадливо дрогнули, он ничего не почувствовал. Зато Гилера молнией метнулась к Ракоту. Тесный подвал не давал ей расправить могучие крылья, но Гарпия и без того не зря состояла у Хедена в подмастерьях. А статуи действительно оживали. Ничего необычного или тем паче нового для названных братьев в этом, конечно же, не было. С подобным они сталкивались сотни, если не тысячи раз. Многочисленные мятежные чародеи во множестве разных миров свято верили в мощь и непобедимость големов, не жалея сил, создавали целые галереи высеченных из камня или выкованных из стали существ, доверяя им охрану своих логовищ. «Барагор! Приотель!» — с усмешкой бросил Ракот, завидев, как приземистый шестирукий идол сошел с пустамента, на ходу сбрасывая каменную шкуру. Под ней, словно змеиное брюхо, маслянисто блестела желтовато-грязно-белая чешуя. Глаза под венчиками щупались, вспыхнули свирепым голубым пламенем. Властелин тьмы выразительно взглянул на названного брата, мол, «Вот она, твоя атака! Ты доволен? Давай, бери этих кукловодов за глотку, пока я забавляюсь с их глупыми игрушками!» «Топай сюда да поживее! Давненько ведь не виделись!» — продолжал издеваться Ракот. Былой властитель тьмы искренне желал затеять Драку. Следом за шестируким барагором из ниш выдвигались другие страшилища. Отражения и образы древних богов из давно ушедших времен, кем-то заботливо собранные тут в этом подземелье, и, наконец, после стольких тысячелетий дождавшиеся своего часа. Ракот давно и ничего не страшился. Что может сразить нового бога, тем более, когда он не играет в смертных воителей? Бар-агор шипел и злобно шевелил головными щупальцами. Ракот презрительно хмыкнул и плашмя рубанул бердышом. Поднять его над головой брат Хедина не мог, мешали низкие своды. Лезвие высекло сно пыскр и отскочило от обтянутой грязно-желтой чешуей руки чудовища. Ракот отступил на шаг, прищурился. «Вот, значит, как!» — с интонациями заправского дрочина протянул он. «Что ж, так оно даже интереснее!» «Богу нет нужды творить заклинания, размахивать руками или там вычерчивать руны. Его услугам свободно текущие сквозь миры нематериальные, неосязаемые никем, кроме лишь самых сильных чародеев, субстанция. Та, что дарует жизнь людям и свет звездам. Только потянись к ней, и упорядоченная послушно вручит своему распорядителю и щит и меч!» И Хедин, и Гилерра мгновенно ощутили короткую резкую судорогу, словно земной толчок. Но пол под ногами оставался, конечно же, совершенно неподвижен. Это содрогнулось то, что незримо пронзало несчастный мир, что текло сквозь него, не задерживаясь. Ракота словно окутал видимой лишь его названному брату Дагарпии плащ. Бердыш вспорол застанавший воздух и на сей раз просек неподатливую чешую ожившего идола. Просек и завяз в массивной ручище. «Ракот!» — резко брошил Хедин. «Хватит, ба!» Очевидно, он хотел сказать, хватит баловаться, но в этот миг ему самому пришлось отражать атаку. Существо, более всего напоминавшее громадного богомола с тонким женским лицом, выбросило переднюю конечность, усаженную зловещего вида крючьями. Настала очередь стонать воздуху, рассекаемому уже над самой головой познавшего тьму. Это было удивительно. Это было неправильно. Пустив в ход свою собственную магию, Ракот обязан был развалить своего противника надвое первым движением. А вместо этого... Брат! Ракот! Хедин не тратил времени на бессмысленные дуэли. Былой властитель Хединсея лишь на неразличимый миг замер, взглянув прямо в заполненные белым пламенем глаза на женском лике чудовище. Она точно вспыхнула, жидкий огонь вырвался из глазниц, растекаясь по шее и туловищу. Тварь закричала, отчаянно, совершенно по-человечески, покатилась, колотя шипастыми лапами по камню и оставляя на нем лохмотья горячей плоти. Ее огонь отдлилась недолго. Повелитель! Гарпия очутилась рядом, плечо в плечо с Хедином. Ее антрацитовые глаза светились счастьем. Сражаться рядом с тем, кого любишь, всем своим существом. Чего еще надо, гордая Гилерия? На них надвинулась еще пара оживших идолов. Массивное, человекоподобное создание в низких рогатых шлемах с широченными резаками в руках. Гарпия, легко отбив выпад, ответила стремительным уколом в шею, точно вогнав обманчиво тонкий игольчатый трехгранный клинок прямо в щель между краями шлема и панциря. Оружие вспыхнуло зеленым и вырвалось из ее рук, а удар массивного щита отправил Гилеру на пол. Хедин что-то резко скомандовал на никому, кроме него и Ракота, неведомом тут языке. Идолы сперва оцепенели, а потом вяло, словно нехотя, повернулись спинами к познавшему тьму, приняв на себя следующую атаку своих недавних собратьев. Но двигалась эта пара неловко, замедленно, и двое атакующих смяли их в считанные мгновения. Ракот тем временем молодецки рубился с барагором. В конечности существа густо покрывала яркая алая кровь, от одной руки остался короткий обрубок, однако оживший идол и не думал слабеть или сдаваться. А Ракот, в свою очередь, по какому-то непонятному упрямству пытался одолеть его в честном бою простой сталью. Идолы один за другим сходили с постаментов, равнодушно перешагивали, переползали или перепрыгивали через истерзанные останки своих предшественников. Ракот отмахивался бердышом. Хедин заставлял потерявшую сознание Гилеру плавать в воздухе у себя за спиной и, отбивая очередную атаку, все еще чего-то ждал. И дождался. Первой начала изгибаться стена, где до этого в нишах дремали идолы. Камень с треском лопался, но Крошева и не думала осыпаться на пол. Оно двинулось на Хедина темной тучей. Уже по-настоящему затрясся и заходил ходуном пол, раскалываясь и вздымаясь самой настоящей волной. Что-то тяжко гудело и содрогалось под потолком. Замок разваливался, но как-то уж очень странно. Обломки оставались висеть в воздухе со всех сторон, надвигаясь на новых богов, подминая под себя и обращая в такие же обломки, оказавшихся на их пути идолов. Ракот с исказившимся лицом швырнул бесполезный бердыш под ноги, что-то выкрикнул, и, всклубившаяся вокруг своего былого повелителя облака тьмы, оттолкнула, смяла и растворила в себе напирающие волны ожившего камня. Хейдин с бесчувственной гилерой на руках окружил себя сферой сияющего света. Названные братья сходились спина к спине, свет и тьма сливались воедино, а сверху все рушились и рушились живые лавины. Камень подземелий принимал новое обличье, чудовище, двуногие, похожие на людей, крылатые создания и просто комки с глыбами, безымянные солдаты неведомой новой армии. Новые боги только и успели обменяться краткими взглядами. Ракот с видимым усилием скинул руки над головой, словно ныряльщик на краю обрыва, под которым плещутся морские волны, и в кипящий хаос рушащихся сводов вонзился пламенно-алый клинок, с трудом прокладывая себе путь сквозь ряды неведомого войска. Следом за ним окруженные слитой из света и тьмы броней поднимались и познавшие тьму с гилеррой. Меч Ракота резал громады ожившего камня, тысячи слепящих молний били из темных рядов, защищавший новых богов щит. Шипя и пузыря стекли потоки расплавленной тверди. Клубы едкого дыма заполнили немногое остававшееся свободным пространство. Но сфера с хеденным Ракотом и гилеррой внутри все же поднималась. Ни один человек, гном, орк или даже бессмертный эльф не выжил бы в эпицентре этого катаклизма. Стало нечем дышать. Ракот весь в поту удерживал меч, кромсающий каменные волны. Хедин с тревогой заглядывал в лицо бесчувственной гилеррия. — Скорее, брат! — Как могу! — прохрепел Ракот. — Тут такое навалилось! Помогай! По лицу Хедина прошла судорога мгновенной боли. Боги тоже не неуязвимы. Одной рукой удерживая гарпию, Хедин положил вторую на плечо Ракоту, и тот сразу попытался расправить ссутулившиеся было плечи. Огненный меч пошел скорее. Ничего невозможно было разглядеть. Ожившее каменное море сомкнулось вокруг названных братьев. Мрак рвали молнии, короткие, словно нож ночного убийцы. Видело, всплывали отдельные части, разорванных на куски, но, тем не менее, очень даже живых идолов. То бар-агор, лишившийся нижней половины туловища, но по-прежнему разевающий пасть, лапал питье оставшимися ручищами тусклую поверхность защитной сферы. Лапал и тотчас отдергивался. Рев твари тонул в грохоте чудовищного обвала. Казалось, это никогда не кончится. Но, в конце концов, черно-белая сфера пробила таки последний покров, и Хедин с Ракотом и Гелерой очутились высоко в воздухе над кипящей темной горой, настоящим ожившим исполином. От величественной крепости не осталось и следа. Башни, шпили, бастионы — все превратилось в мелкое крошево. Оно, словно полчища муравьев, жадно накидывалось на пришельцев, до последнего пытаясь завалить их и похоронить под собою. Гора бурлила. По поверхности, то и дело менявшей цвет, ходили настоящие волны. Спухали и лопались громадные пузыри. Между вздымающимися гребнями то и дело проскакивали молнии. Черно-белый шар медленно опустился на почтительном отдалении от того, что еще совсем недавно казалось несокрушимой крепостью. Ракот с рычанием упал на одно колено, лицо его блестело от пота. Бледный Хедин склонился над Гелерой, быстро и отрывисто касаясь кончиками пальцев ее горла, где под тонкой полупрозрачной кожей слабо пульсировали темно-синие жилы. «Вырвались, брат!» Хедин отрывисто кивнул и быстро прижал палец к губам извечным человеческим жестом, одинаковым и у смертных, и у богов. Ракот покачал головой. «Тут такое творилось, что никакому читающему не пробиться. Мы сорвались с поводка, прислушайся сам, я займусь Гелерой». Познавший тьму, вновь молча кивнул, и еще одна давняя неизбывная привычка человеческого тела закрыл глаза, сосредотачиваясь. «Ты прав», — наконец отозвался он. «Привязь. Действительно лопнула. Надолго ли, впрочем?» «Неважно», — отмахнулся Ракот с совершенно бесстрастным выражением, нажимая какую-то точку на шее Гелерры. Гарпия содрогнулась всем телом, застонала и открыла глаза. «Вот так-то», — удовлетворенно заметил былой властелин тьмы. Некоторое время ушло на то, чтобы окончательно залечить изломанные крылья Небесной Девы. «Ну и что скажешь, брат?» Хедин повернулся к Ракоту. Гелерра в это время осторожно попыталась подняться в воздух. На роль Абуза она категорически не соглашалась. «Скажу, что они ловко все это подстроили». Ракот встал рядом с названным братом. Вдвоем они смотрели на продолжающуюся агонию того, что осталось от могучей крепости. Впрочем, агонию ли? Скорее, новую жизнь. Иное существование. Едва не сокрушившая новых богов, диковинная армия постепенно приходила в себя. Все реже сверкали молнии, реже взлетали острые пики. И вся исполинская масса медленно, но верно выползала из котлована, двигаясь прямо к вырвавшейся из ее тенет добычи. «Кажется, она на этом не успокоится», — заметил Хедин. «Что шаной к лучшему?» «Во всяком случае есть шанс понять, что же это такое», — усмехнул Сорокот, тотчас, впрочем, посерьезнев. «Никогда не сталкивался ни с чем подобным. Ни в бытность с темным властелином, ни когда мы с тобой сокрушали брандей». «Точно!» — скрестив руки на груди, Хедин не отрывал пристального взора от медленно ползущего монстра, сейчас больше всего напоминавшего громадного слезняка. «Ну, во всяком случае, одно ясно уже сейчас». «Они не столько хотели разделаться с нами, сколько проверяли, на что мы по-настоящему способны, когда станем сражаться за свою жизнь», — докончил Рокот. «Вот как?» — Херин поднял брови. «Именно! Суди сам, брат. Они пытались уничтожить наши тела, ничто иное. Хотели выяснить, как далеко простирается действие закона равновесия на нас самих». «Но они действительно привели в действие исполинскую мощь», — задумчиво проронил Хедин. «Такую мощь, что весы не могли не покачнуться, они неизбежно покачнулись бы». «Они покачнулись, потому-то мы и вырвались из ловушки», — согласился Рокот. «Иначе там бы и остались». «Нет, не потому. Смерть Кердина... Теперь мне кажется, что я понимаю. Каким-то образом они или он собрали в одно место всю разлитую по миру магию, всю животворящую силу. Я зря надеялся на Эвиль. Даже эльфийке-вампиру такое не раскусить и не распутать клубок управляющих заклинаний». «Это не похоже на Ямер, ты же с ними», — негромко проговорил Рокот. «Согласен, я больше скажу. Это и мне не под силу», — признался Хедин. «Умертвить целый мир, обратить все это в единое заклятие». Идолы послужили отвлекающим маневром. «Точно. И надо признаться, мы с тобой дали себя отвлечь». Рокот мрачно осклавился. «Я вижу, выходишь из личины воина-варвара очень хорошо», — не безъехиста заметил познавший тьму. «Не настолько сильная приросла ко мне эта маска», — не слишком любезно огрызнулся Рокот. «Это же очевидно. Выбрать для атаки не нашу сущность, а материальную плоть. Именно проверять, как далеко мы пойдем, сопротивляясь, и позволяет обойтись сравнительно малыми силами». «Ничего себе малыми!» «Чтобы устроить такую же ловушку для нашего с тобой божественного», — Рокот прищелкнул пальцами. «Боюсь, потребовалось бы умертвить сотню таких миров, как Кердин». «Не беспокойся, умертвят», — мрачно посулил Хеддин. «Они ни перед чем не остановятся. Мораль, какая бы ты ни была, им чужда». «Дальняя!» — словно пробуя слово на вкус, задумчиво проговорил Рокот. «Почти уверен, кто еще способен организовать такое». «Я страшусь очевидного», — признался владыка тьмы. «Ты? Ты можешь чего-то страшиться?» Кажется, Хеддин действительно поразился. «Раньше нет, а теперь да», — мрачно отвернулся Рокот. «И мне не нравится, что о нас действительно многое узнали. Суди сам, теперь они понимают, что мы не смогли в единый миг перенестись куда подальше, что мы не смогли в тот же единый миг изменить нашу физическую форму так, чтобы опасность не грозила ни нам, ни Гилеррия, что мы не нашли ничего лучше, как встретить силу силой. «Вспомни, брат, когда Мерлин светлой ему память пустил в тебя то копье. Как ты справился с ним?» Разъел заклятие на составляющие. Подняв бровь, заметил Хеддин. Но то было совсем другое, обычное, понятное волшебство. «Мерлин был одним из нас, сильнейшим, возможно, но не непобедимым и не непостижимым, а эти...» «До сих пор помню их атаку на Хеддинсей, и боюсь, что все это время они тоже не сидели сложа руки, чему свидетельство». Он кивнул в сторону медленно ползущего слезняка. За ним оставался голый камень, черный, дымящийся. «Я бы все-таки не утверждал так категорично, что это именно дальнее...» Остерек Ракот. «Есть, в конце концов, и много других, кроме даже компании на я и твоего разлюбезного Игнациуса. Есть Спаситель, о котором мы вообще почти ничего не знаем. Есть, если помнишь, новые магии, про которых вообще никто не вспоминал не весь сколько времени, а они ведь бессмертны. Замок всех древних разрушен, и поколения не сменяют друг друга. Есть мир источника, где, насколько я знаю, так и сидит бессмертный Мемир. Есть и твари неназываемого». Никто ничего не сможет утверждать наверняка. Хеддин не отрывал взгляд от ползущей темной массы. «Ну что, брат, не станем оставлять после себя грязи?» «Не станем», — согласился владыка тьмы. «Но тут нужно непростое заклятие, а?» «О да, конечно же, непростое», — съехидничал Хеддин. «Сам бы я нипочем не догадался. Давай по-братимому». Он не договорил, слов не требовалось. Ракот-хищ наскалил зубы, сжал кулаки, на лбу вздулись вены. Две фигуры застыли, подобно тем самым идолам, в подземелье. Темный слезняк тупо и неостановимо полз к ним навстречу, а потом... Нет, с небес не сошли волны пламени. Несчастная земля Кердина не разверзлась, просто передняя кромка ползущей массы стала менять цвет с черного на слепящий белый. Поднялись клубы пары, и лица новых богов исказились одинаковой болью. Кто знает, и кто опишет, как встречается с одной незримой силой у другая, столь же незримая и неведомая. Вода точит камень, топор валит дерево, корни травы разрывают плоть скалы. Это все, видимо, глазу и понятно. Однако сейчас состязались ни огонь, ни молнии и никакие либо орудия разрушения вообще. Даже мощи новых богов, которую они могли направить против нового врага, не хватило бы, если только не нарушать закон равновесия. Дать запертой в ожившем камне силе другую дорогу. То, что убивает, с такой же легкостью может и дарить жизнь. В этом отличие магического оружия от выкованного из стали. Но вот пробить эту самую другую дорогу... Было отчего до крови прокусывать губы и сдерживают ровный стон. Ракот просто стискивал кулаки. Хедин бессознательно поднимал правую руку, тянул ладонью вверх по широкой дуге. Пар поднимался все выше. Клубы восстановились все гуще. Едва можно было разглядеть искрящийся, светящийся, сияющий, словно свежий снег, под зимним солнцем крайноползающего монстра. Гелерра заложила крутой вираж, резко опустилась, почти что рухнула рядом с названными братьями. Сердце Гарпии разрывалось от желания помочь, поддержать, хоть чем, хоть как. Однако еще тверже она знала, что никакие ее усилия ничего сейчас не изменят. Новые боги тщились изменить путь, рушащийся на них и на весь Кердин. Лавины и смертным, даже непростым, даже принадлежащим к избранному кругу подмастерьев, познавшего тьму, следовало отойти в сторону. Несколько белых молний бессильно хлестнуло в стороны, словно слепо мечущийся хлыст в руках незрячего исполина. Ни Хеден, ни Ракот не пошевелились. Правая рука, опознавшего тьму, все так же медленно поднималась, словно он тянул на себя незримую тяжесть. Обливающийся потом Ракот глухо рычал сквозь стиснутые зубы. Как же это отличалось от того, что Гилерре доводилось слышать о далеком прошлом повелителей, когда они сражались с прежними владыками упорядоченного. Те сражения были яростные и кровавые, но враг не страшился схватки один на один. Здесь же противник искусно замял все следы, расставил ловушки. Гилерра не знала и не могла знать того, что уже успели понять познавший тьму и его названный брат. Уничтожив все живое в Кердине, их неведомые визави сосредоточили такую мощь, что она на какое-то время сравнялась даже с силой новых богов. Той, что они могли смело пустить в ход, не боясь вступить в противоречие с великим законом. И все же братья побеждали. Клубы шипящего пара поднялись до самого неба, закрыли горизонт. А мелькавшие в их разрывах снежно-белые щупальца каменного исполина уже не текли, не струились вперед, а завивались кольцами, пересекались, сливались, бессмысленно кружились на одном месте. А потом завеса пара внезапно исчезла. Мир Кердина замер в абсолютной тишине, белая завеса сгинула, и на миг стала видна искрящаяся, совершенно неподвижная гора наподобие огромной сахарной головы. Все застыло, оцепенело, замерло, движение прервалось, и Гилерри показалось, что этот великан так и останется тут на вечные времена, настоящим монументом победе новых богов. Однако миг истек, и там, где только что возвышалась гора, устремился к пораженным злой гнилью небесам крутящийся смерч из синя-черного пламени. Белая и черная, две грани, два предела, а между ними — жизнь. Кердин содрогнулся до самых глубинных своих оснований. Черный смерч становился все выше, пробивая воздушные слои, грозя дотянуться ненасытной пастью до звездных пределов, уже сотрясенных прокатившимся небывалым громом. Хеддин резко уронил правую руку. Горизонт, казалось, сейчас встанет дыбом. Черное пламя, словно достигнув незримого предела, растекалось по небосводу с жутковатыми пугающими облаками. Однако небо за ними голубело, болезненная гнилость исчезала, а когда стол пламени рассеялся, расточившись за краем окоема, то на месте, едва не погубившей братьев-богов ловушки, остался только ровный зеленый лук, покрытый желтыми, дружно повернувшими к солнцу цветами. Плечи Хедина поникли. Тяжело вздохнул Ракот, попытавшийся дрогнувшей рукой утереть пот со лба. Гелиарра метнулась к ним, однако оба брата-бога остановили ее одинаковыми усталыми жестами. — Погоди! — Не сейчас. — Смотри, портал! Среди цветочного великолепия медленно росла пара темных колонн, между ними трепетала призрачная покрывала всех цветов радуги. — Сработало, брат! Ракот наконец справился с дрожью, утерев лоб тыльной стороной ладони. — Кто врата открывал-то? Сам владыка тьмы! — слабым голосом отшутился Хедин. — Гелиарра! — повернулся Ракот к Гарпии. — Ердин, должны вновь вернуться люди. Я открыл портал, правда, только в один соседний мир. — Пожалуйста, проследи, чтобы его нашли те, кто достоин. — Возьми, сколько требуется помощников. — И немежкой Гелиарра! — мягко проговорил Хедин, словно извиняясь за то, что приказание гордой Гарпии отдавал не он сам, Ракот. — Это очень важно. Не менее важно, чем уничтожение этого. Он кивнул через плечо, где еще совсем недавно выселись бастионы чужой крепости. — Мы останемся ждать Эйвеля. Когда справишься с этим делом, возвращайся. На обычное место. — Слушаю и повинуюсь, — сверкнула глазами Гарпия. — Но... но ты вели... — Сколько можно тебе говорить, что ко мне не следует так обращаться? — вздохнул Хедин. — С нами все будет в порядке. — Естественный ток магии восстановлен. Уже сейчас реки и море возвращаются в свои ложа. Еще чуть-чуть оживут леса, птицы, звери. — А люди? — не выдержала Гелиарра. Она не забыла земляную волну, накрывающую, словно мягкое одеяло, маленький череп погибшего ребенка. Хедин опустил голову. Его словно терзал мучительный стыд. — Людей нам не оживить, Гели. И небывалое дело. Познавший тьму, шагнул Гарпий, бережно коснувшись ее по птичьей тонкого плеча. Этого не смогут сделать даже столпы третьей силы. Только Творец, если бы ему еще оставалось дело до его собственного творения. — А Спаситель? — подал голос Ракот. — Молва приписывает ему подобные чудеса. — Молва, конечно, приписывает, — усмехнулся Хедин. — Пока сам не увижу, ни за что не поверю. Ну, хватит мешкать. — Повинуюсь. Гарпия взмыла в воздух, несмотря на недавние раны, и помчалась прочь туда, где встали лагерем полки новых богов. — Поздравляю, брат! — Хедин улыбнулся. Кажется, он уже почти забыл, как это делается. — Но шли-то мы сюда не за этим. Ракот тяжело уселся прямо наземь. — Не за этим. Но узнали все равно многое. — Что они вполне могут с нами потягаться? Что не остановятся перед убийством целого мира? А что будет, если под нож пустят не один мир, а сто? — Я уже сейчас ломаю себе голову, как это предотвратить. Сейчас им потребовалось, чтобы мы сами полезли головой в петлю. А если научатся чему-то еще, скажем, перебрасывать эту силу на расстояние... Хедин ничего не ответил, только поднялся, плотно сжав губы. — Нам пора, брат! — мрачный Ракот промолчал. — И пошлем за богом горы! Хватит ему даром небо коптить! — А я бы вспомнил об ордене прекрасной дамы! — проворчал бывший властелин мрака. Хедин на миг сощурился, остро взглянув на друга соратника. — Чего? — фыркнул тот. — Орден прекрасной дамы. Верные рыцари Сигралин, дисциплина даже не железная, она каменная, не отступают и не сдаются, умирают с радостной улыбкой на устах. Если убеждены, что их смерть приблизит возвращение их повелительницы, — с кривой полуулыбкой-полухмылкой перебил Хедин. — Так ты потому не берешь их в подмастерье? — Потому что Сигралин, как тебе прекрасно известно, погибла. Тогда, в тот день, когда ее же ученица обернулась против нее на Хединсея, с гневом вновь перебил познавши тьму. Или же, когда мы штурмовали Брандей, — добавил он уже тише, — она не вернется. Исчезла, сгинула бесследно. — Ее никто не видел, никаких следов, даже читающие бессильны. — Ну да, ее никто не видел живой, но никто не видел и мертвой, — возразил Рокот. — И совершенно незачем заявлять об этом в открытую тем же рыцарям прекрасной дамы. Они могут оказаться полезны. Хедин только мрачно дернул щеку, отворачиваясь. — Ну, как хочешь, — пожал плечами Рокот. — Я их подкармливаю. В тайне, конечно. Глядишь, и пригодятся. — Не сомневаюсь, — процедил сквозь зубы, познавший тьму. — Подкармливай. — Только чтобы я об этом ничего не знал. Как ты знаешь, мне не по себе от такого. Попахивает некрофилией. — Ты уже и так знаешь, — пожал плечами Рокот и, помолчав, глубокомысленно добавил. — От себя не убежишь, брат. — От себя не убежишь. Что ж, спасибо за напоминание, — скривился Хедин. — Очень новая и оригинальна. И без сомнения первым додумался до столь глубокой и поучительной синтенции. — Не сердись, — примирительно сказал Рокот, кладя руку на плечо познавшего тьму. — Ты ведь любил ее, брат, и любишь и по сей день. — Ты сегодня положительный, невыносим. Хедин резко поднялся. — Давай займемся делами. Мне казалось, их у нас хватает. — Несомненно, — Рокот откровенно ухмылялся. — Но орден я все же призову. Такие мечи никогда не оказываются лишними. — Делай, как знаешь. Сухо отрезал Хедин, прекращая разговор. Отвернулся и стал смотреть вверх в небо над мертвым миром, сейчас внезапно и резко затягивавшаяся невесть откуда взявшимися тучами, но теперь уже самыми обычными, дождевыми. Хлынул ливень и звонко забарабанил по иссушенной земле. И стоявшие лагерем дружины новых богов не прятались от него в палатках и тентах. Люди и неляди в молчании подставляли руки под прохладные струи. Они знали. Познавши тьму, и его названный брат победили. Жажда Кирдина кончилась. Глава первая «Я ждал тебя, некромант!» — повторил преподобный отец Этлау. Некогда экзекутор третьего ранга, а теперь... Кто знает, какое теперь занимал он место в тайной иерархии Святого Престола. Быстрее всех, как и положено, оказалось, Рвисия. Здесь, в маленькой коморке, таилось нечто, подавляющее всю и всяческую магию, даже древнюю волшбу драконов. Девчонка не могла перекинуться. Зато свистнула в спаровый воздух гномья сабля. «Спокойно!» — инквизитор проворно отшатнулся. «Ты стопочтенная дочь моя! Тебе нет нужды посягать на меня с оружием. Если бы я хотел причинить вам вред, поверь, уже бы причинил, а не вступал в разговоры. Давайте все-таки вложим мечи в ножны и поговорим спокойно!» Фесс осторожно приобнял Рыси за плечи. «Пусть он говорит, дочка!» И повернулся, стараясь поймать взгляд Фейруза. Но смуглый мальчишка словно бы окаменел на пороге камеры. Невидящие глаза уставились прямо перед собой. «С ним все в порядке, сударь мой некромант!» — поспешил Эклау. «Я надеюсь, ты не будешь на меня в претензии за этот маленький трюк!» «Предатель!» — взрычала Рыси с тиской фессабли. «Нет нужды обвинять беднягу!» — примирительно протянул ладонь инквизитор. «Он все-таки действительно был у нас с Лужкой. О людей я запоминаю быстро и надолго. Уи!» — он помялся как бы в смущении. «Возможности у нас тоже появились несколько иные, чем раньше!» «Это я запомнил еще по черной башне!» Сквозь зубы сказал некромант. «Значит, мальчик должен был привести нас к тебе!» Эклау кивнул. «Ты прости, что я задействовал негатор магии! Ты же должен его помнить еще по эгесту и кривому ручью!» Фесс только усмехнулся. «Это-то он помнил отлично!» «Единственное, что ты также мог бы заметить...» — продолжал инквизитор. «Негатор подавляет любую магию в этой камере! Любую! И моя не исключение!» «После того, что я видел там на льду, едва ли ты вообще нуждаешься в магии, преподобный!» «Не стоит перебрасываться язвительными ряпликами!» Эклау наставительно поднял палец. «Тогда переходи к делу, святой отец!» Фесс оглядел камеру, покосился настоящий в углу костыль, явно принесенный сюда инквизитором. Потом присел на древнюю дубовую скамью у стены. Рысь немедленно оказалась рядом, по-прежнему напряженная, готовая к бою. Несчастный Фейрус так и замер в глубоком трансе. Потирая руки, Этлау прошелся по камере, вытянул на середину древний устрашающего вида табурет, на котором в свое время явно пытали узников. Инквизитор устроился напротив Фесса, скрестил руки на груди. Некоторое время все молчали. «Вот оно, значит, как!» Мысли некроманта прыгали, как испуганные кролики. «Мы можем поставить паренька на поводок за несколько добрых лик, можем заставить его привезти драгоценную добычу к нам, причем добыча ничего не заподозрит, ну или почти ничего. А когда она разберется, будет уже поздно. Ну что ж, поздравляю, преподобный. Уел, как сказали бы мальчишки. А Фейрус ведь мог завести нас и под какую-нибудь плиту, или на потайную дверь над каменным мешком. «Я не хотел схватки. Я хочу разговора», — по-прежнему мягко произнес Этлау. «Я помню нашу первую встречу, неясыть. Я готов признать, что был тогда во многом неправ. Ты усмехаешься?» «Я понимаю. Мол, что мне толку в твоих признаниях? Согласен, толку немного». «Говори, говори, святой отец». Фейс постарался усмехнуться как можно циничнее. «Может, мне и станет понятно, почему совсем недавно ты гнал тысячи людей умирать под стенами черной башни, а сейчас разводишь со мной душеспасительные беседы, да еще и подавив свою собственную магию. Все движется по спирали». С важным видом, вновь поднимая палец, провозгласил инквизитор, словно не замечая насмешки некроманта. «Мы вполне мирно говорили с тобой в придорожном трактире, не помнишь? Потом сделались... Нет, не врагами, но, как я считал, мы служили совершенно разным силам, абсолютно несовместным друг с другом. Я спасителю, ты тьме, пытающийся разрушить наш мир». «И что же изменилось, святой отец?» Фесс продолжал усмехаться, но уже больше по инерции. «Взгляд инквизитора...» В этом взгляде единственного глаза появилось что-то совершенно новое. Тоска, страх, неуверенность. «И летом не очень хочется их там увидеть». Постоянно остужал себя некромант. «У нас вышел небольшой спор с магами Ордоса и волшебного двора». И Клау поморщился, отчего-то потер грудь. «Они, изволите ли, видеть, сударь мой неясыть, попытались меня уничтожить». «Не могу не заметить, что с радостью встал бы с ними плечом к плечу», заметил Фесс. «Благодарю за откровенность!» Инквизитор светски улыбнулся. «Но речь сейчас не об этом». «И та же не о Борке, Гноме и Рисе Первой, с которых ты начал разговор», подумал Фесс. «Некромант!» Отец Этлау глубоко вздохнул, словно набираясь решимости. «Ты умный человек и, конечно же, уже догадался, чего я хочу». «Нет, в эти игры я играть отказываюсь», покачал головой Фесс. «Ты привел нас сюда, преподобный, тебе и речь вести, а я буду слушать». Этлау вновь скривил тонкий рот, вроде как любезно и приятно улыбаясь. Так, наверное, улыбалась бы змея, умея на это. «Неправильно», — вдруг сказал он. «Неправильно играть, надеясь, что соперник совершит ошибку, где-то проговориться или что-то в этом роде. Я так больше не хочу, некромант». «Похоже, ты единственный, кто может ответить на мои вопросы». «Точно так же, как и я, тоже единственный, кто знает ответы на твои». «И что?» Стараясь выдержать спокойный тон, отозвался Фесс. «Да, у меня много вопросов. Первый и самый главный. Что изменилось по сравнению с Черной башней? Ты уже не рвешься уничтожить меня любой ценой, святой отец?» «Ответ очевиден. Нет, не рвусь». Этлау устало потер ладонями щеки. «Мы оба стремимся к истине, некромант, только разными путями». «Поразительное признание из уст верного слуги спасителя», съязвил Фесс. Рысь одобрительно подмигнула. «В этом-то все и дело», «медленно произнес Этлау». «Верного слуги, это верно. Но вот спасителя ли...» Фесс лишь немалым усилием удержал на месте, готовый отвалиться челюсть. Этлау усомнился? «Свет тачи веры, кремень, готовый отправить весь мир в серые пределы, если это будет означать победу его бога». «Я не случайно упомянул наш... спор с магами». Тем временем продолжал инквизитор, явно заметив растерянность Фесса. «Они замыслили покушение. Попытка уничтожить меня с помощью магии провалилась. И тогда Мигана в отчаянии решилась на последнее средство. Вместе с наемником пырнула меня ножом. Ударила в легкое, а ее головорез полоснул по горлу. «Вот, смотри!» Этлау решительно распахнул инквизиторский плащ, распустив завязки рубахи. Рыся целомудренно отвернулась. Горло инквизитора действительно пересекал тонкий багровый шрам, совсем еще свежий. Свежим оказался и след на боку. «Удостоверься, что это следы от настоящих ран, некромант!» Этлау оставался убийственно серьезен. «Мне нужно твое доверие». «Я верю», — спокойно отозвался Фесс. «Не важно, на самом деле подлинны это шрамы или нет. Гораздо важнее, что же в конечном итоге хочет ему предложить этот хитрый лис. Раны, как ты понимаешь, смертельные. Но я подготовился, я хорошо подготовился. Я остался в живых. Мегану пленил и доставил в соответствующее место. Не воркин, предупреждаю сразу. Искать ее здесь бесполезно. Сейчас она под надежной охраной». «Зачем мне это знать, святой отец?» Этлау облизнул пересохшие губы. «Я стараюсь быть откровенным, неясыть. Поверь, это вовсе непросто после долгих лет. Когда говорить можно только то, что...» Он махнул рукой. «В общем, Мегана сейчас в наших руках, в руках святых братьев. Однако ей ничего не угрожает. Я не собираюсь мстить». Фесс выразительно поднял одну бровь. «Да, да, не собираюсь. Потому что я понял, отчего они хотели убить меня». «Не будет ли досточтимо отец-экзекутор любезен развеять тьму моего невежества по этому предмету?» «Язвишь, неясыть», — вздохнул Этлау. «Ну, неужто сам не догадаешься? Или уже догадался, но просто не хочешь говорить? Все, ждешь меня?» «Ладно, ставим». Инквизитор запахнул плащ и подался вперед, глядя некроманту прямо в глаза. «Они решили, что я слуга тьмы, такой же, как и ты». «Вот даже как!» — только и смог вымолвить Фесс. «Похоже, отец-экзекутор преуспел, по крайней мере, в одном из своих начинаний. Сегодня ему уже дважды удалось удивить некроманта». «Не даже как, а именно так! И не смотри такими глазами, дочь моя, я говорю чистую правду!» Рысь сердито фыркнула. «У тебя славная дочурка, некромант. По-хорошему завидую!» Девочка-дракон скорчила гримаску. «В нашем мире тьма тьмущей обездоленных, нищих сирот. В любой деревне крестьянин в голодное время с радостью продаст тебе младенца. Да еще и будет молиться за твое здоровье, потому что так выживет и этот малыш, и другие его дети». Бросила она. «Возьми ребенка, стань просто отцом, а не только лишь святым или преподобным». «Твоя-то вас умна, откровенна и справедлива!» Итлау повернулся к Фессу. «Да, ты права, прекрасное дитя. Очень надеюсь, что у меня останется достаточно мирных, спокойных дней, чтобы вырастить...» Он резко оборвал сам себя. «Речь не о том, неясыть. Маги Ордоса и волшебного двора решили, что я слуга тьмы». «Это ты уже говорил, инквизитор. Пожалуйста, переходи к главному». Щеки Итлау покрывал лихорадочный румянец. Единственный глаз блестел, инквизитор явно пребывал в страшном волнении. «Ректор Ордосской академии Анета взбунтовал ряд полков армии, что была собрана для штурма Черной башни. Они двигаются на юг, к Аркину». «О-о-о!» Как мог насмешливо протянул Фесс, хотя ему, конечно, было совершенно не до смеха. «Святой престол оказался между двух огней. Северно двигается армия магов, полная решимости довести до конца начатые меганой. С востока подступили птенцы-солодорцы, да еще и моя армия мертвых». «Ты совершенно прав», — без тени улыбки ответил инквизитор. «На самом деле, святому престолу угрожает еще больше врагов. Просто ты не о всех слышал. Из добровольного заточения вышли эльфы Нарна, вступив в альянс с Вечным лесом. Королева Вайда отринула давнюю унию с инквизицией». «Надо же!» — притворно удивился некромант. «Все предали. Но буквально все. Никому нельзя верить в наши дни. Решительно никому». «Ты, неясать, сегодня изрекаешь исключительно прописные истины». И Клау и глазом не моргнул. «Но любезность за любезность. Зачем ты проник в аркин?» «Нет, преподобный», — покачал головой Фесс. «Ты и хотел говорить. Не я. Вот и договаривай до конца. Предложить мне союз?» «В известной степени», — кивнул инквизитор. «Но меня волнуют не полки Паури, не подъятые тобой мертвецы, и даже, как ни странно, не птенцы Солодорца. Меня волную я, если можно так выразиться». Костяшки стиснутых и переплетенных пальцев отца экзекутора побелели. «После того удара...» — глухо сказал он, морща, словно от боли, проводя пальцами по шраму на горле. «После того, что я пережил под заклятием магов, во мне родились сомнения. Я ведь умирал один раз, неясыть. Умирал в Орвесте. И был возвращен к жизни спасителем. Возвращен для особой миссии, как мне тогда казалось. А сейчас...» «Знаешь, негромант, где-то я даже благодарен Мегане и остальным. Они, конечно, мятежники, вольнодумцы и ересиархи. Но они оказали мне великую услугу. Догадываешься, какую? Они явили мне поразивший меня недуг. Страшный и, возможно, неизлечимый. Но я скажу просто и без патетики, предпочитаю смотреть прямо в лицо грядущему, пусть даже лишь одним глазом. «И ты хочешь, преподобный?» «Чтобы ты, с кем непосредственно говорила тьма?» Понижая голос до шепота, наклонился вперед инквизитор. «Чтобы ты помог мне отыскать ответ?» «За просто так? За твои красивые глаза? То есть один единственный красивый глаз?» «Ну и почему же за просто так?» оскорбился святой отец. «Ты помнишь, с чего я начал разговор?» «Прат», «Сугутор» и «Рысь». «Эти имена для тебя еще хоть что-нибудь значат?» «Предположим». Как можно спокойнее отозвался некромант. «Предположим». Отец-экзекутор. «И что дальше?» «Ты хочешь сказать, что они были живы все это время?» «Лошадь, лаву!» «Я бы знал». «Я тебе их покажу». «Инквизитор не отвел взгляда. Живых или мертвых?» Кулаки у Фесса сжимались сами собой. Рядом глухо ворчала рысь драконица, по-прежнему тискавшая рукоять сабли. «Ты все увидишь. Живых или мертвых?» Взревел Фесс одним движением, оказываясь около сидевшего инквизитора и сгребая его за грудки. Эклау не сделал попытки освободиться, но некроманту показалось, что с таким же успехом он может пытаться сдвинуть с места конную статую кого-нибудь из древних милиинских императоров. «А говорил, без магии!» — спылила рыся. Эклау небрежно отмахнулся. «Вновь повторю, ты мудра, дитя! Это сидит во мне, вгрызлась так, что...» Он только покачал головой. «Тут не поможет никакой негатор». Некромант отпустил экзекутора. Тяжело дыша, отступил, почти рухнул на грубую скамью. «Пока не добьюсь от тебя правды». «Не станешь ничего делать, верно?» «Понимаю, понимаю. Ну, хорошо, скажу так. Орка и гномы ты, наверное, еще сможешь вернуть к жизни. Тут помогут только твои знания. А вот с девушкой все куда хуже». «Ее нет ни среди мертвых, ни среди живых», — припомнилась Фессу. «Я смогу провести вас к ним», — продолжал обещать Итлау. «Все уже приготовлено». В углу валялся небрежно брошенный мешок. «Там и деяния святых братьев. Мне никто не дерзнет задавать вопросы». Сердце Фесса бешено колотилось. «Он ведь уже слышал эти речи. Давным-давно, кажется, в совершенно иной жизни. В иссушенной Саладорской пустыне, окруженной войском, все того же преподобного Итлау. Смотри роман «Одиночество мага», том первый. Отец-экзекутор второго ранга иероним из эгесской консистории. Тогда он им не поверил. Счел и не без оснований хитро расставленной ловушкой. Не поддался. А выходит, отцы инквизиторы не лгали? Он быстро взглянул на рысю. Она явно тщилась что-то ему сказать. Но, увы, негатор отца Итлау блокировал даже врожденную способность драконов к мысли речи. «Сферрату это бы очень не понравилось», — мелькнула мысль. «Что ж, пойдем». «Кажется, голос меня таки выдает», — подумал Фесс. «В конце концов, напасть ты мог и сейчас. Если, конечно, не решил покуражиться, расплатиться за некрополь, за кривой ручей, за все». «Напасть я мог давным-давно», — кивнул Итлау. «Но мне нужно сейчас совсем иное. Сюда, пожалуйста». Он с подчеркнутой учтивостью поднялся, указывая на дверь влево от себя стене. Некромант покосился на Фейруза. «Что-то было не так. С самого начала». «Ну, конечно». Фесс подавил острое желание хватить себя по лбу. «Негатор магии». По словам инквизитора, артефакт подавлял всю магию, включая его и Тлау собственную. Видать, не подавлял. Или же инквизитор с присущей святым братьям предусмотрительностью оставил себе путь отступления. Рыся тоже выразительно покосилась на смуглого паренька. Правая ее бровь задралась почти до самой челки. Тоже поняла и, скорее всего, именно об этом и хотела предупредить. «Прошу за мной», — повторил Итлау, поворачиваясь спиной и первым шагая через порог. Фесс и Рыся осторожно последовали за ним. Словно сам Намбула двинулся и Феррус. Низкий коридор, гладкие стены, гулкое эхо. Тьму прорезал яркий фонарь в руке инквизитора. Четверо шагали под земельями Аркина, шагали в непривычной для некроманта магической тишине, если можно так выразиться. Он ничего не ощущал. Шел словно обычный смертный. Негатор чародейства получился у преподобного Итлау просто на славу. Скучно так шагать. Вдруг прозвенел голосок Рыси. Достопочтенный отец, могу ли я спросить? Спрашивай, дитя. Слова инквизитора источали патоку. Ты свирепо штурмовал черную башню, не щадя ни себя, ни других. Я была там. Я все видела. После того, как мы ответим на твои вопросы, ты... О, я понял, все понял, закивал отец-экзекутор. Нет, дочь моя, я не собираюсь с вами враждовать. Еще совсем недавно я отдал бы все, жизнь и блаженство души. Отдал бы с легкостью, чтобы только уничтожить проклятого разрушителя. Ведь разрушитель, его воплощение, одно из трех общеизвестных пророчеств, знаменующих второе пришествие Спасителя. Воплощение разрушителя, прорыв тьмы и появление отступника. Хотя с последним до сих пор не согласны многие в курии. Я всей душой стоял за исполнение его замысла, но... Он развел руками. Сейчас уже не знаю, чему верить. Удар Меганы. Хотите, верьте, хотите, нет. Открыл мне глаза. Я умирал, дочь моя, умирал и воскресал, и... Этлаус одрогнулся. Я заглянул в то место, что вы, некроманты, называете серыми пределами. Всю мою жизнь я верно служил Спасителю. Я верил, что после телесной гибели душа моя вознесется к его престолу, что мои дела будут строго и беспристрастно рассмотрены, и мне будет определена посмертная судьба. Что же случилось? Голос рыси казался полон самого искреннего сочувствия. Этлаус остановился, повернулся, взглянул прямо в глаза девочке-дракону. — Я знаю, кто ты, дитя, — негромко сказал он. — Ты тот дракон, с которым мы схватились у башни. Ты изменила облик, но сущность твоих пращуров от меня не спрячешь. И это еще один проклятый дар, которого я страшусь. — Я знаю, ваш рот наделен способностей везде и всюду отличать правду от лжи. Вы легко читаете в людских душах. — Я говорю тебе правду, дитя. Когда кинжал Меганы дошел мне до сердца, я умер. На краткий миг, но я умер. Я не чувствовал боли, ничего. Но я видел весь Ивиал от крайнего западного предела, залитого тьмой, до последних укрывищ богомерзких дотов на востоке. И я видел. Голос упал до почти неразличимого шепота. Я ощутил ее во мне куда яснее и четче, чем стоя под истребительным заклинанием ордосских магов. Я ощутил ее во мне, понимаешь, некромант, так же, как, наверное, и ты ощущаешь ее в себе. После этого я был сам не свой. Плохо помню, что творилось со мной. Я убил наемника, пленил Мегану, пытался убить Анетта. Маги обратились против меня. Многие святые братья, вставшие на мою сторону, погибли. Я оскорблю обо всем и обо всех, но сейчас самое главное, чтобы ты смог помочь мне, неясыть. Не переставая говорить, Итлау повернулся и зашагал дальше по коридору. Вернувшись в Аркин, я был словно безумный. Я стал другим, совершенно иным, и даже не знаю, человеком ли. Я молился. День и ночь я просил спасителю вразумить меня и защитить своего верного слугу от тенет тьмы. Он не отозвался, спокойно заметила рыся. Она не спрашивала, она утверждала. А ведь после Арвеста ты верил, что именно он спас тебя. У инквизитора сквозь зубы вырвался сдавленный стон. Да, я верил. И я думал именно так. Но сейчас я вижу только тьму, чувствую только тьму. Смотрю на себя подле черной башни и понимаю, что не был собой. Может, только в те краткие моменты, когда пытался говорить с тобой, некромант. Не могу сказать, что те твои речи могут служить образцом разумности, Итлау. Инквизитор горько усмехнулся. — Именно. Кому-то очень хотелось, чтобы мы вцепились друг другу в глотку, как два бешеных пса. И когда не помню себя такой ярости. А большие комары, — напомнил Фесс, — когда ты с легкой душой принес в жертву двоих, чтобы только упокоить погост, и не дать мне сделать мою работу несравнимой меньшей ценой. — Я блуждал во мраке, раньше почитая его светом. Помедлив, ответил инквизитор. — Я не ведал, что творю. Сейчас, конечно, я понимаю, что совершил немалый грех. Впрочем, здесь никто не может похвастаться незапятнанной белизной, кроме, конечно, ее, — он кивнул на Рысю. — Ты даже не представляешь, как тебе повезло, некромант. У твоей дочери чистая душа, без единого пятнышка. — Спасибо за комплимент, — отозвалась Рыся. — Но все-таки, святой отец, как же быть с... — О, да, с птенцами Солодорца, ордосскими магами и всем прочим. — Видишь ли, умеренная и побежденная слугами спасителя тьма, бесспорно полезна для оздоровления души народной. — В голос инквизитора послышался давно знакомый некроманту Пафос. — Угроза тьмы сдерживает гибельные страсти. — Я не знаю, что случится с Авиалом, если, по милости спасителя, в один прекрасный день мы каким-то образом избавимся от нее. — Мне не нужны катастрофы. — По секрету, и только между нами, я вполне смирюсь с существованием этого зла. — Да, будут оживать кладбище, умруны и станут нападать на мирные деревни. Но это зло понятное, и как бороться с ним, известно. — Например, — не сдержавшись осведомился Фесс. — Например, не чинить препятствий факультета малифицистики, — отозвался инквизитор. — Разумеется, не чинить препятствий следует понимать, не чинить он и сверхнеобходимого. Это понял даже Святой Престол, выпустив соответствующую энциклику. — Тебе должны были о ней говорить, бедняга и ироним, да? Профессия некроманта требует особых людей, это яснее ясного. Не новых саладорцев, нет. Именно таких, каким ты был, неясыть, когда сошел на причал несчастного Арвеста. Простых и честных бойцов с реальным и конкретным злом, который выбирается из могил и разрывает людей в клочья, неважно, взрослых, стариков или детей, вплоть до младенцев в колыбелях. Святой Престол раньше тоже мог ошибаться, говорю я сейчас. Это именно мои слова, они вложены в мои уста, неведомо кем. Вот что я бы хотел видеть с известными изменениями. То, как выглядел Виал до того, как ты появился в нем, неясыть. Не слишком ли поздно, инквизитор? Западная тьма нашла дорогу за очерченные ей пределы. Черная башня — ясное тому доказательство. — Не поздно, — покачал головой Тлау. — Я верю, что не поздно. Пока ей нужны человек-орудия, еще ничего не поздно. — План твой, конечно, хорош, святой отец, — заметил Фесс, — но я решительно не вижу путей к его осуществлению. — Если бы я видел их сам, не сомневайся, неясыть, я бы уже посвятил тебя во все подробности. Пока же мне нужен ответ на мой вопрос. Коридоры ветвились, расходились, сплетались и снова расплетались. Несколько раз отец-экзекутор отпирал тяжелые железные двери со скрипом, поворачивавшиеся на покрытых ржавчиной петлях. — Для чего тут вырыли все эти лабиринты? — осведомился некромант. — Тут же ничего нет, совсем ничего. — Ты просто не видишь. Эклау остановился прямо посреди коридора, протянул руку, нашаривая какой-то одному ему ведомый выступ на гладкой стене. Послышался глухой рокот, и плита опустилась. За ней открылась железная дверь. Даже не дверь, а дверища, которой позавидовали бы многие цитадели. — Здесь помещались заклинательные покои, когда Святой Престол не жалел сил на разработку наших собственных магических систем, — пояснил Эклау. — Со временем, к сожалению, многое пришло в запустение. — Заклинательные покои, — пробормотал некромант. — Разумеется. Посуди сам, неясыть. Как мог знать сюда дорогу простой мальчишка, совсем недолго прослуживший у нас под палачиком? Оказался очень неосторожен некромант. А вот сейчас начнутся куда более интересные места, так что я, пожалуй, даже приглушу свой негатор. И чтобы ты сам лучше почувствовал, куда попадаешь, и чтобы не привлекать излишнего внимания. Среди святых братьев есть такие, чье внимание сейчас... Было бы нежелательно, — дипломатично закончил преподобный. Мгновение инофесса словно обрушилась лавина. Такое чувство, наверное, бывает у человека, долго проходившего с плотными затычками в ушах, и, наконец, вынувшего их, причем на самом краю рыночной площади, где идет большое гулянье. Магия пронзала каждую сожжение аркинских подземелий. Невольный некромант вспомнил, как распятый лежал на решетке, там, под серым небом, на лобном месте, лишенный всех сил, не могущий обратиться к чарам. А здесь... здесь каждый камень был пропитан волшебством. Скала Цепка хранила память прозвучавших некогда заклинаний. «Прислушайся! Прислушайся получше, некромант!» — заметил Этлау. Фесс последовал совету. «Здесь смешались все мыслимые и немыслимые виды чародейства. Здесь не брезговали даже человеческими жертвоприношениями, пытаясь подобрать ключи к тайне неупокоенности. Великий секрет, столь тщательно оберегаемый в аркине!» Этлау выдавал его небрежно, почти играючи. «Конечно, большие комары Фесс не забыл бы вовек, но знать, что святые братья долго и упорно разрабатывали изуверский ритуал, долго учились управлять высвобождающейся силой... Добились, правда, все равно немногого, если вспомнить, как по-варварски распорядился одноглазый отец-экзекутор, свалившийся на него после обряда мощью. «Нам дальше», — негромко сказал священник, глядя на нахмурившегося некроманта. Тесные лестницы винтами врезались вплоть скалы. Стертые ступени вели все глубже, глубже и глубже. Потолки сделались совсем низкими. Фессу пришлось согнуться в три погибели. Стали попадаться широкие ниши, в них желтели кости. И притом отнюдь не всегда человеческие. Ржавые цепи тянулись к врезанным в стены кольцам. Пустые глазницы черепов, казалось, провожали некроманта полными ненависти взглядами. Аркин ничуть не уступил бы в этом ордосу, чьи подземелья, по слухам, тоже хранили немало зловещих тайн, о которых Белый Совет вообще и Милорд, ректор в частности, предпочли бы забыть как можно крепче. — Сейчас нам придется выйти в места не столь дикие. Надевайте инквизиторские плащи, — проронил Этлау, останавливаясь в очередной железной двери. Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги.